Почему итоги Второй мировой войны переписывают в учебниках западных стран? Как обезопасить российскую молодежь от фальсифицированных данных о самой кровопролитной войне 20 века? Ответы на эти и многие другие вопросы предлагали студенты и представители молодежных и общественных организаций. В частности, участники круглого стола пришли к общему мнению, что именно отсутствие истинных знаний о войне побуждает молодежь принимать за чистую монету фальсифицированные данные из интернета. А значит, в первую очередь необходимо уделять особое внимание системе образования, уверены специалисты. Не только учебники истории, даже учебники литературы, те тексты, те вещи, которые читают, они совершенно разные. Такое впечатление, что это разные какие-то истории. Пусть образование, вот там проверят учебники, ученые пусть там их оценят. Приобщать молодежь к истории и рассказывать правду о Великой Отечественной войне помогут и волонтерские организации. Для этого в преддверии 70-летия Победы они проведут по области множество патриотических акций. Не менее 10 будет акций в рамках Дней Единых Действий. То есть это такие акции, как Георгиевская ленточка, Солдатская каша, День неизвестного солдата. И сейчас наша задача донести до молодежи правду, чтобы молодежь поняла, что значит Великая Отечественная война, и какова ее роль в истории, мира и каково место современной России в целом в современном мире.